Вот эта улица, вот этот дом. Старый, всего три этажа. И, кажется, на втором находится квартира, в которой будет происходить съемочный процесс. Квартира, в которой по сюжету живет с мужем моя героиня Людмила. Съемочная группа «Молодая команда», на мой взгляд, это целеустремленные люди. Они знают, чего хотят. Ну, поэтому у меня ни страха, ни волнения нет. Сейчас ребята разгружают аппаратуру, реквизит, костюмы. Мы готовимся к первому съемочному дню. Режиссер фильма Анастасия Мамонтенко, вот она стоит в синей курточке. Мы впервые с ней сталкиваемся в работе. И я предвкушаю процесс, надеюсь, на позитивную творческую лабораторию. Вот, обожаю. Обожаю одесские дворики, маленькие, уютные. У меня сразу включается ностальгия по детству. Родилась я в Киеве, на Липках, и у нас тоже были тихие дворики, в которых мы детьми пропадали целыми днями и прятали свои секретики. Ну, что ж, пришло время подниматься по этой, по вот этой. Ого! Очень крутой лестнице на локацию в квартиру. Номер восемь. О, вид. Тут же вид сверху, на дворе. Заходим в квартиру. Тут уже все собираются. Как же это все душевно. Серьезно? Очень. Очень мне нравится. И квартира, и двор очень нравятся. Просто потрясающе. Вау, вот это да. Вот это да. Да это просто бомбическая сила. Очень красиво. Камин. Интересно, а что здесь? Камин, лепка. Нет, ну потрясающе. Я вообще обожаю старые дома, потому что сама в Старом Думе родилась. Правда, в центре Киева, но неважно. Вы обратите внимание. Какой потрясающий инструмент. Мне говорят, обживайте. А что мне обживать? Физяка, как это? Нет. Тону не рубашку? Нет. А можно мерить? Последний. Так будет не сведение? Они с... Да, да, нет. Ну я так подумала, что я расстегиваю, остаюсь, и оно на бедрах остается. Я смотрю на свои... Первая сцена снималась на улице. И вот такой образ уставшей женщины из меня слепили. Вот они художественные пакетики, очень тяжелые. Эх, тот, что потяжелее будет в левой руке, тот, что чуть-чуть полегче будет в правой. Режиссер Анастасия Мамонтенко очень кропотливо отбирала каждый кадр. От ее глаз не ускользала никакая деталь. Кундалини направление йоги. Оно развивает способность контролировать свои эмоции, мысли и желания. А я впервые столкнулась в роли с тем, чего я не знаю и чем не занималась никогда. Поэтому очень ответственно подошла к изучению этого вопроса. Атмосфера на съемочной площадке была очень позитивная, легкая. Мы радовались творческому процессу. Мы были счастливы, что причастны к этому проекту. Монроу, Монроу. На фоне Кейт Рынга. Я понимаю, ей хорошо, она танцует, а я танцую могу. А тут кундалини танцуют. А, на контрасте, да? Да. Да, это такая. Да. Наши танцы плавно перетекли в постельную сцену. Да, так и будем делать. Все, снимаем общий. Наталью. Наталья профессиональная певица с потрясающим голосом и замечательный искренний человечек. Да. Хорошо. Другим светом. Мираж исчез, и моя героиня оказалась опять одна в черно-белой реальности. Для каждого актера очень важно понимать, что ты востребован. Поэтому каждая тарелка, на которой написана твоя фамилия, остается в твоем сердце. Я всех вас люблю, и я желаю, чтобы это кино принесло нам красоты и света, и осознанности. О, господи, 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 господи. О, господи, господи. Девять часов с девяти утра до девяти вечера на площадке была я. Это после бессонной ночи. И в конце сегодняшнего дня, после разбития тарелки, вот кусочек этой тарелки у меня оказался в руках, кстати, с моей фамилией. И с фамилией вот тут ниже моего партнера Игоря Герасченко, Натальи Кононенко. Очень хорошие ребята, мы с ними подружились. Мне после разбития тарелки оператор Андрюша вручил бутылку шампанского за мое терпение, за мое трудолюбие, за то, что очень много сегодня было сложных сцен, которые я выдержала и, в общем, очень хорошо все сделала. Поэтому я думаю, что я имею право это дело отметить. Я сейчас это шампанское открою, выпью бокал шампанского и лягу отдыхать. Потому что завтра, второй съемочный день, в 6.30 уже надо выйти из номера. Вот так, друзья. Если вы думаете, что актеры это очень легкая профессия, то вы ошибаетесь.